Вы в подвал, видите, эти ступеньки мокрые, мы спускались, она выдает пор, была вода. Сюда в пору спускаться в сапогах, да еще с прищепкой на носу. Так жильцы дома на Дементьево говорят о подвале своего дома. Как видим, все здесь затопило эта зловонная лужа. Стоящая вода в подвале, она является просто, ну, не только каким-то признаком антисанитарии, она также негативно влияет на все конструкции дома. Подвал, подъезд, штукатурка, стены электрика. И такое происходит стабильно раз в шесть месяцев, из года в год, говорят жильцы. Ситуацию усугубляет отопление, из-за чего аромат стоит по всему дому. Засорение подвала идет до такой степени, что запах фекальный уже до пятого этажа поднимается. Куда деваться живем? Детей вырастили, теперь внуком вырастим. И внуки тоже этим запахом наши дышат. Каждый вот сезон, весна, осень, такая вот проблема у нас присутствует. По словам жильцов зловонного дома, обращения в различные инстанции ни к чему не привели. В ЖЭУ уверяют, заявки не игнорируют. А воду из подвала откачали только сегодня, но, видимо, не до конца. Здесь стоит насос откачивать. Подбор колодца был 5 октября. Мы сейчас силами ЖЭУ откачиваем. Как в свою очередь заявили в водоканале, они в ответе лишь за внешние сети. Внешние сети канализационные в техническом исправном состоянии, канализация работает в лоток. Затопление подвала данного дома связано с проблемами на внутридомовых сетях. Скорее всего, неисправность канализации внутри подвала. Вот и получается. ЖЭУ ссылается на водоканал. Он, в свою очередь, адресует ЖЭУ. Учитывая, что подобное происходит не впервые, условия жизни людей явно не соответствуют санитарным нормам. И никто не желает брать ответственность на себя. На обращение отреагировала прокуратура. Теперь дело на контроле у прокурора Казани. Прокуратура Казани проверяет деятельность управляющей компании и контролирующих органов в сфере ЖКХ. По итогам надзорных мероприятий будет дана правовая оценка полноте и своевременности мер со стороны управляющей компании и жилищной инспекции. Судя по всему, список виновников будет гораздо шире. Сейчас идет проверка. Причем подобные проблемы не единичны в авиастроительном и московском районах Казани. И, похоже, пока не ведут строй новую КНС, вопрос кардинально не решится. Ромель Галиулин, Чулпан Касимова, Константин Бушуев, ТНВ, Казань.